друзья привет и сегодня поговорим о о том что лучше контекстная реклама или youtube поговорим с александром москаленко у меня есть очень интересная история как я вообще на него вышел все началось что надо было искать исполнителя и попробовать самому работать контекстной рекламы для нашего проекта чтобы понять во первых как делегировать и разобрать какие-то механические процессы ну я набрал стандартную в ю тубе когда еще полезный контент как настроить яндекс директ и стал крутить ролики и кстати тоже на заметку вам часто в ю тубе когда ищут полезный контент подсознательно игнорируют ролики на 5-10 минут ну у меня так точно происходит и не только у меня почему потому что 5-10 минут это обычно такая или очень обобщенной информации или вода но если даже не вода но то что для начинающих а хочется же понять как бы все что было в одном месте и чтобы было рассказано все подробно и в со всеми нюансами и ты начинаешь смотреть на ролики по часу например комик вебинар или какая-нибудь там и ролик с конференции или выступления или ролик саше который был на пять часов и подумал меня еще привлекло превью привлекло как бы как сделать не не клики а заявки и думаю ну вот как раз пять часов все в одном месте не нужно искать там ролики по этой теме как раз попробуют по одной системе как бы полностью пройти начал смотреть прошелся по всем механиком настройки контекстной которые предлагал саша и заинтересовался и предложил поучаствовать видео чтобы понять все таки youtube и контекстная реклама это враги или друзья в каких случаях что из них лучше использовать саша переходим тебя расскажи контекстная реклама в каких случаях для чего ее лучше использовать по твоему мнению ну пойму по моему мнению по моему опыту контекстную рекламу следует использовать когда он хочет во первых быстрый результат получить потому что когда стартуешь обычно нет времени там месяц-два на какие-то продвижения сейчас в нынешних реалиях сделать сайт там лендинг либо большой сайт но это задача если прям быстро стартануть это там задача 10 дней до если хочется там какой-то более уникальные шаблоны там что-то там мудрить то можно сделать там месяц но там край месяца вот и контекстную рекламу настроить в зависимости от проекта но стартануть можно в первую неделю то есть у нас допустим срок настройки это в среднем 7-9 дней вот но мы как бы не настраиваем там для больших интернет-магазин берем услуги производства и продажи оптом вот но даже в интернет-магазинах принципе какие-то каких-то линеек товара можно начать быстро то есть первую неделю можно запуститься и получать заявки как правило заявки идут в первый запуск то есть в первые дни уже идут заявки то есть на редко когда то есть нет заявок ну дальше уже вопрос про там оптимизация окупаемости и так далее но запуститься это то есть можно быстро получить результат также контекстная реклама ну в первую очередь нужна тем там горячим нишам да когда там вызовы у кватора там какой-нибудь ремонт да когда что-то поломалась там конец стиральная машинка да то как правило ты тебя она поломалась что-то потекло ты сразу взял заказал ну вбил в яндексе да получил к ответ на и заказал собственно услугу вот по моему мнению если тут делать аналогию с ютубом то ты не пойдешь там но и редкие до уникумы которые начнут гуглить как ремонтировать стиральную машинку ну вот и они принципе потом либо разберутся на в этом деле если там мужик это делает какой-то разбирающийся либо это либо так и не разберется вот и закажет все таки но в первую очередь то есть он получил ответ он заказал то есть он особо не думает на вот то есть ну так же на качество это подходит и других видов когда более долгий цикл принятия решения дает по строительству домов у нас много кейсов там асфальтирование там всякие виды ремонтов это продажу оптом то есть как бы суть в том что как клиенты клиенты те которые уже ищут твою услугу твои там твои твоего твой товар или услугу они уже уже ищут твой товар вбивает определенные запросы которые связаны с твоей темой и то есть ты показываешь им просто предложение уже вот это то есть не холодная аудитория которая думает которая ищет решение она как правило уже созрела к тому что им нужен твой продукт и вопрос уже этом можешь ли дать им то что они ищут вот мнение многих что контекстная реклама это дорого это когда человек нажимает в поиске там сразу на 10 сайтов открывает не все просматривает и часто выбирает просто у кого ниже цена ли кто первый ответил а как бы что что ты по этому поводу право это ли выпустил ну действительно да то есть конкуренция с каждым в первую очередь куда обычно идут люди когда рекламироваться но хотят рекламироваться да они либо там где-то на тренингах услышали либо там от коллег которые там в этой теме они идут рекламе яндекс директ google adwords и соответственно с каждым годом действительно конкуренция растет и растет вот и так как там принцип аукциона да то есть чем больше людей аукционе тем дороже это получается то действительно стоимость растет ну вот действительно некоторых нишах типа как пластиковые окна там там кондиционирование там ну если посмотреть клики некоторые просто смотрят так клики и даже думает ну какой смысл рекламируется там стоимость клика 1000 рублей 1200 там и так далее но они не смотрят что это что можно получать меньший объем трафика за получает закупая клики дешевле что есть там не только поиски есть еще и рс я где можно получать еще дешевле заявки тут вопрос просто грамотном подходе вот и вопрос не то что дорого дешево окупается это не окупается если это окупается то использовать контекстную рекламу я читаю что это как бы все равно первый стартовый стартовый источник с которого можно быстро начать получать результаты и потом масштабироваться и утеплять там делать соцсети добавлять их на сайт делать youtube канал то есть делать так чтобы продажи было легче чтобы люди аккумулируют каких-то социальных сетях появлялся личный бренд узнаваемость и так далее и так далее то есть как источник первых заявок как источник быстрого результата как источник ну то есть стабильный да и достаточно стабильный потому что если смотреть варстат если смотреть спрос то ежемесячно спрос есть там сезонная ниша да конечно ну вот но так спрос есть постоянно то есть это включил получил заявки положил 3000 понимаешь что там 6 заявок получишь в среднем вот из 6 заявок там закрываешь 3 и получишь примерно столько денег вот поэтому вот например вообще стоит лезть в нише той же пластиковые окна или какие-то еще какие еще есть дорогие ниши прям вот как жуткая конкуренция ну вот допустим после пластиковых окон кстати вот с ними не работала но я работал на все да да всем известно все прямо рассказывают я работал с темой сейчас работаем мы с кондиционированием да это вот как раз там в топе в этих трех наверно лишь которые самые дорогие вот и как бы то есть при у нас заявки там ну в районе 900 рублей вот при том что у нас кстати не знаю странно не странно да но это закрываемость хорошая то есть там больше 50 процентов там закрывается и чеки приходит минут мы недавно запустились да вот месяц проработали но чеки там на 300 тысяч то есть на большие объемы выходит получается мы как у нас работает то есть у нас бывает четыре дня проработала он набрал заявок сколько может обработать и заказ все он начал ездить у нас либо реклама не работает либо работает на на минимальном объеме то есть там на тысячу рублей там на полторы тысячи либо вообще отключена то есть когда у него чуть освобождается мы увеличиваем бюджет как бы и он получает заявки дальше и все то есть контекстная реклама это возможность стабилизировать поток заявок и клиентов когда особенно то в провале например время если другие да 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 допустим да если у вас там несколько источников правда но проблема многих то что они не отслеживают они используют несколько источников и не отслеживают показали с каждого и есть проблема когда там ко мне часто приходят клиенты и они думают что у них там определенный объем заказов приходит там без директа либо там совета либо еще чего-то но это на все на ощущениях то есть нет политики нет и когда начинаешь замерять ставишь там кул трекинг там цели в метрике банальной аналитиксе то оказывается картина другая которую человек не представлял и какой-то источник трафика приносил львиную часть заявок а он думал это про другой допустим про директ хотя у него там был плохо настроены он приносил меньше результата настроить аналитику ну вот все начинают понимать что это нужно нужно отслеживать даже те кто уже давно имеет бизнес как бы не особо разбираются маркетинговых инструментах сколько это стоит что для этого нужно что нужно настроить ну базовая то есть для того чтобы отслеживать просто без для на уровне заявок на уровне звонков но это нужно поставить цели в метрике проговорить про директ если про на ликше значит цели цели это то есть у нас есть на сайте форма допустим купить там телефон да вот купить iphone либо у нас на форуме это пусть меня прослугами занимает ремонт квартир допустим нас человек оставил заявку на ремонт квартир на считать стоимость допустим он оставил заявку эта заявка то есть срабатывает цель то есть допустим у перебрасить на другую страницу страницы благодарность не пишет спасибо за заявку в метрике соответственно срабатывает определенный алгоритм который засчитывать то что эта заявка пришла соответственно в аналитике мы уже видим что с ключевого слова ремонт квартир под ключ мы получили заявку там же видимые объявления там же мы видим и мобильное тпк видим это пол возраст но и другие показатели которые в какое время это дня было вот собирая эти данные мы можем когда этих данных больше на то есть мы видим что там мужчины там от 35 и выше там конвертируется лучше либо с 14.00 до 18.00 у нас выше конверсия утром у нас как правило там провалы ну вот или набор эти провалы по определенным компаниям что касается звонков это call tracking поставить метрика да она бесплатно цель из поставить бесплатно если не умеете то это в конструкторах они там два клика ставятся в программисту это сделает ну там до 1000 рублей до страницы благодарности делать и поставить на нее цель если если была страница благодарности и можно сделать общую чтобы с любой формы перекидывала на страницу благодарна рекомендуешь общую сделать или все-таки разбить на разные формы заявок если призывы разные на допустим если вот есть скачать pdf книгу там то лучше отделить да вот эту она потому что более информативная более такая низко если все формы примерно рассчитать стоимость да или и там получить консультацию ну в принципе все которые на звонок закрывает то не сильно важно если будет одна вот а если вот какая-то там pdf к которая такая где клиент может быть просто хочет посчитать что-то посмотреть то лучше отделить посмотреть как с нее будет конвертироваться потом ну 1000 рублей это сделать страницу благодарности и поставить на нее цель если ставить не не страницу благодарность а цель через события java script там не ставится то есть это не вылетает отдельная страница не переводится никуда на страницу благодарность там просто вот оставил заявку и эта цель сразу сработал метрику это нужно делать события ну а как правило там стоимость средняя там 300 рублей за события на одну форму типа нажатие на кнопку да 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 вот да да ну только правильно нужно ставить чтобы люди заполнили контакты и нажали на кнопку оставить заявку потому что бывает ставит заявку на просто нажать на кнопку а люди неправильно номер ввели там либо вообще не вели ничего просто нажали на кнопку два раза цель сработала вот нужно чтобы править все контакты были заполнены нажрата кнопка до цели сработала и еще будут добавил наверное с одного и айпиш лека только одна одна цель то есть если настолько заявок на разные форумы чтобы засчитала столькоordon заявкой у можно сделать когда принципе это можно делать но я как бы тоже на самом деле так мне особо не заморачиваюсь ну как бы если те один человек несколько раз оставляет то там показано достижение целей там пять и целевой визит 1-то есть один человек сделал 5 достижений цели. Что касается колл-трекинга, колл-трекинг стоит в среднем от 5 номеров — это 3 500, 5 номеров хватит на объем трафика до 500 кликов в день. А сколько стоит? 3 500. 3 500 в месяц? Да, 3 500 в месяц. Если меньше объем, то, например, на 200 кликов в день это нужно 2000 рублей. Тарификация, которым я пользуюсь, там 3 500 — это 5 номеров. Если ты меньше берешь, то один номер — 1000 рублей. Колл-трекинг — это отслеживание звонков. Звонки поступают, как обычно, когда не анализируются данные. У нас есть заявки, с них оставляют люди, но часть людей, особенно когда форма захвата слабенькая, то есть на многих сайтах нет призывов даже. Оставьте заявку для того, чтобы приехать на объект, рассчитать стоимость, выездомерщик, то есть нету обычно призыв на плохих сайтов. И, как правило, люди звонят, потому что не понимают, зачем им номер оставлять, они звонят. И если будет просто звонить без колл-трекинга, то в рекламе мы не увидим, откуда он звонил, зачем звонил, то есть мы никаких данных не получим. Колл-трекинг — это подменный номер, который появляется вместо вашего, но он переадресовывает все звонки на ваш номер телефона. Система понимает, что в данный момент времени звонил посетитель, который зашел на сайт и позвонил по этому подменному номеру. Система колл-трекинга, то есть подменный номер за счет того, что номер подменяется, она понимает, в какой момент кто-то звонил. И в аналитике можно видеть, сколько звонков было, с какого источника, с какого ключевого слова, с какого объявления. Мы можем видеть полную картину по заявкам, сколько заявок нам приходило, сколько звонков, с каких ключевых услов, с каких компаний, в какое время и так далее. Дальше мы уже с этим результатом можем работать. Если этого не делать, то есть результат как бы можно анализировать только по времени на сайте, то есть по отказам. Сейчас время технологий, когда уже можно все замерять, видеть, что приносит деньги. Вот в данном случае заявки, да, но есть еще более сложная система аналитики, когда мы уже отслеживаем не только заявки, но еще и прибыль. То есть это когда мы получаем, ну это сквозная аналитика, когда мы видим, сколько данные ключевое слово принесло нам конкретно денег. То есть не просто кликов, а еще и там, оно принесло там, допустим, 10 заявок. Из этих 10 заявок сквознилось 5 в продажу. Из этих 5 продаж мы там заработали там 200 тысяч рублей, а потратили на это ключевое слово, допустим, там 3000 рублей. Вот. Ну, на базовом уровне, ну это, наверное, то есть в районе от 10 нужно смотреть, то есть есть там дешевые как бы системы, да, они там где-то... От 10 в месяц. Да, 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 ну тоже, да, нужно рассчитывать где-то так. Начинающим не имеет смысла особо думать про сквозные аналитики, потому что нужно сначала просто стартануть, набрать статистику в заявках, а потом уже думать про, ну, то есть про уровень продаж. Вот на первом уровне нужно подумать, как бы сгенерировать поток заявок, вот, то есть этого будет достаточно. А в дальнейшем уже можно расширяться, делать сквозные аналитики и всякие другие вещи. Скажем, клиент из очень конкурентной ниши хватается за голову, у меня клик 1000 стоит, и ты рассказывал о том, там есть какие-то способы, что мы можем крутить, вертеть, чтобы... Не факт, что это будет 1000, это может стоить дешевле, просто тут есть нюансы, какие-то нюансы можешь перечислить? Просто на первом этапе нам все равно нужно набрать статистику. Если тема конкурентная и видно, что в поиске, допустим, клики дорогие, мы можем показываться на... То есть не обязательно в спецразмещение влезать. Во-первых, мы собираем... Спецразмещение, что такое? Спецразмещение, это показывает первых четырех блоков. Ну, сейчас спецразмещение, то, что наверху, в контекстной рекламе, и гарантия, это то, что у нас дальше внизу на страничке, правильно? Да, да, да. То есть есть, да, 4 на данный момент, да, потому что они расширят, сначала было 3, сейчас 4, я не удивлюсь, если будет потом 5 или 6. Ну, как бы, да. 4 спецразмещения вверху, да, и 4 объявления, вот потом дальше SEO-выдача, вот надпись, где объявление и там реклама написано, это реклама директа. Ниже это идет SEO-выдача и в самом низу идет гарантия, то есть там тоже надпись рекламы. Вот. И мы не обязательно должны там стоять в спецразмещении, мы можем там показывать то в спецразмещении, то в гарантии, то есть ставлять ту ставку, которую мы можем позволить, исходя из своей экономики. Просто когда мы вначале, мы собираем максимально целевое семантическое ядро, да, то есть без околоцелевых запросов, то есть вот. Но если хорошо проработать, все равно встречаются запросы, которые менее конкурентны. Вот. И, как правило, по этим запросам мы как раз и получаем там в спецразмещении клики. А там сильно конкурентно мы там то в гарантии получаем, то в спецразмещении. И мы также мы рекламируемся еще и в РСЯ. И, получив какую-то статистику, мы понимаем, что срабатывает ли у нас, получали мы заявки при такой стратегии с гарантией, да, идут ли они вообще, либо нет. То есть если они идут и нас стоимость устраивает, то в принципе мы, ну, дальше получаем заявки, думаем там про расширение, да, может быть, когда мы станем посильнее, мы можем закупить более лучшие места. Вот. Если это не окупается, если, потому что бывает такая ситуация, когда спецразмещение конвертирует, а гарантия вообще не конвертирует, либо конвертирует несколько раз хуже, и за счет этого лучше переплатить за клик несколько раз и получить, ну, получить заявки все равно дешевле, либо такие же, да. Вот. То есть есть специфика заявок. То есть бывает, что спецразмещение более горячие клиенты, да, быстрее, ну, то есть принимают решения, а те, которые пошли вниз, да, пролистали, они могут быть более придирчивые, то есть они посмотрели уже все спецразмещения, посмотрели все, все SEO там, да, и вот к вам пришли и начинают мозги делать, в общем. Вот. Но это не во всех темах. Как правило, верхушка спецразмещения работает особенно в горячих нишах, где вот что-то поломалось быстро нужно сделать, либо машину отвезти там быстро, ну, в общем, таких в экстренных ситуациях. Вот. То есть смотрится аналитика, конвертирует при таких условиях, конвертирует ли поиск, конвертирует ли RCA, конвертирует ли в такое время суток, конвертирует ли в такое время суток. Вот. Из этих, то есть набрали, первая минимальная статистика это 300 кликов хотя бы. 300 кликов собрали, посмотрели в разрезе сначала кампании, что сконвертировало, что не сконвертировало. Потом там, где сконвертировало, мы посмотрели, а что сконвертировало, да, какие ключевые слова, какие объявления сработали. Вот. На первом этапе, то есть 300 кликов этого достаточно. Дальше, когда мы набираем статистику, мы уже можем смотреть другие срезы. Это по времени показов рекламы, это по мобильным, по мобильным ПК, ну, в принципе, на первом этапе тоже можно мобильный ПК смотреть. Вот. Ну, в дальнейшем можно мобильный ПК, еще полвозраст, когда еще больше аналитики, это время показа рекламы и так далее. То есть делить рекламу еще на более мелкие сегменты и смотреть, какие сегменты из них срабатывают и на них делать акцент. Окей. Ну, сейчас мы рассказали о механике, тестировании, так сказать, отработке процессов. Это примерно везде одинаково, это нужно через это проходить. Что сам, вот, предприниматель решил, что нужно настроить контекст, но или он уже попытался сделать и считает, что нужно это сделать уже профессионально, адекватно, качественно. Что важно в самом начале при создании контекстной рекламы? Вот у тебя есть определенный какой-то принцип РКР, кажется. Вот можешь рассказать, что в первую очередь, о чем надо задуматься перед тем, как переходить к этой механике, которая тоже важна? Перед тем, как вообще начинать что-то, ну, я считаю, что это вообще, когда, ну, не только в директе, да, не в контекстной рекламе, лучше себе поставить какую-то цель, задачу, понимание, к чему вы хотите прийти. То есть какие-то себе, не то чтобы ожидания, но то, что картины, которые хотели бы получить. То есть просто есть разные типы клиентов, те, которые приходят и говорят, хочу настроить рекламу, да, а другой, который приходит, я хочу попробовать контекстную рекламу. Моя задача получить за месяц 30 обращений, из них закрыть 70%, вот, средний чек, там, со средним чеком таким-то, на услуги, там, такие-то. Вот. Это разные задачи, когда просят человек просто настроить рекламу, да, это просто процесс, и когда человек хочет какой-то результат. У таких людей уже понимание, то есть и у меня, как у специалиста, либо у другого, кому они обратились, к агентству, к директологу, есть понимание, какие задачи нужно решить. Вот. После того, как задачи сформированы... Что? Какие задачи? Что надо сформулировать для себя? Я, допустим, ремонтирую компьютеры, и вот я решил рекламироваться. Я понимаю, что у меня средний чек, вот я по сарафану работаю, у меня средний чек 5000 рублей. Вот. Я понимаю, что из 5000 рублей я бы готов давать, ну, на рекламу, да, то есть тратить на рекламу, отдавать за клиента, да, вот, чтобы вот я деньги отдал, мне пришел клиент, я бы готов отдавать, ну, там, 2000 рублей, допустим. 3000 рублей для меня хороший заработок, кстати. Клиентов, которых я готов обработать, да, ну, я могу обработать, там, я работаю, там, один или для нас двое, я понимаю, что я могу обработать, там, два клиента в день. 2000 рублей за клиента я могу дать. Получается, я могу потратить 4000 рублей и получить, хотел бы, двух клиентов, заработать 10 тысяч рублей. Потратил 4000 рублей и получить двух клиентов, когда, ну, уже так задача сформулирована, да, дальше я думаю, сколько я закрываю. Ну, в принципе, многие люди не понимают, сколько они закрывают, потому что они не работали с рекламными источниками трафика, которые работают, они работают обычно по сарафану, я не знаю, сколько они будут, по сарафану закрываю каждого, да, а те, которые будут звонить, ну, для многих неизвестно, они думают, что они будут закрывать так же, но, на самом деле, они закрывают, ну, гораздо хуже, потому что эти люди выбирают между другими компаниями, вот, поэтому хотя бы нужно понять, что вам нужно два клиента, готового инвестировать в столько-то денег. Дальше, как директорок, вам, скорее всего, ну, сориентировать, что вы будете закрывать, там, ну, в услугах, хотя бы, там, 60%, да, есть разные услуги, да, ну, допустим, 60% будете закрывать. Ответственно, из этого нужно рассчитать, сколько примерно должна быть заявка, то есть, ну, вот. Ну, конечно, на самом деле, это уже такой, это уже вопрос директолога, хотя бы нужно в голове понимать, что у меня такой-то бюджет, да, у меня есть такой-то бюджет, у меня есть столько-то денег, вот. Дальше, если к хорошему директологу понять, он задаст правильный вопрос, то есть это, какие у вас есть активы, то есть активы, это, ну, какие-то выгоды, преимущества, за счет которых, точнее, за счет чего вы можете давать какие-то выгоды, да, допустим, у меня есть, там, допустим, я работаю в определенном, по территории Балашихи ремонтирую компьютеры, да, то есть я буду у вас дома через 30 минут, да, я быстро езжу на машине, там, допустим, приезжаю к вам дома. Ремонт делаю при вас, да, допустим, то есть никуда не уезжаю, значит, вы получаете преимущество, то, что я ничего не украду, когда, да, есть тоже какие-то, там, в этой теме, допустим, более то, что какую-то часть ноутбука могут хорошую украть, да, там, поменять на старую. Я делаю при вас, поэтому вы ничем не рискуете, там. Следующее, там, преимущество, что еще можно взять, какую-то гарантию, да, на гарантию на детали, либо то, что я сотрудничаю с партнерами запчастей, да, компьютерных, и они мне делают скидку, за счет этого вы получаете скидку, вы получаете запчасти дешевле, если бы вы брали в магазине, за счет этого вы экономите, то есть какие-то деньги и так далее. То есть вопросы, которые, ну, то есть если сами вы не упакованы, да, если у вас нет сайта, либо есть сайт, но вы не знаете, правильный человек вам задаст правильные вопросы, из вас их вытянет, вот, и, соответственно, дальше вы, как мы, мы делаем, да, мы размещаем, мы даем рекомендации на сайте, да, либо предлагаем сделать сайт. Вот. Нужно понимать, что это совокупная работа, то есть это не просто пришел и отдал, сказал человеку, настрой мне рекламу, я хочу получать там... И разлегся. Да, и ждет. Миллионы, миллионы давай, да, и как бы ждем заказов. Это любимая фраза клиентов, когда они там только запускаются. Все, деньги положил, говорит, жду. Вот. То есть это нужно понимать, что есть какой-то тестовый период, да, когда мы... Ну, всегда реклама – это мини-тест, когда, как бы, даже когда мы там проанализировали конкурентов, мы сделали какие-то гипотезы, там, подстройки, что написать на сайте, мы запустили рекламу, мы получили какой-то результат, мы его проанализировали и сделали следующую гипотезу. А давайте попробуем, вот у нас, там, вот этот блок вебвизоре, мы посмотрели, что вебвизор – это такая штука, в которой можно посмотреть видео, как на вашем сайте что-то делали. И мы видели, что этот блок, допустим, не смотрят, да, пролистят. Мы его опустили вниз, либо убрали. А вот этот блок, наоборот, с ценами сильно смотрят, да, изучают там тарифы, допустим. Мы его, наоборот, подняли. Либо портфолио сильно смотрят, мы его подняли. Вот. И мы делали гипотезу, да. Также может эта гипотеза не только на сайте быть, это касательно рекламы, вот. Но суть в том, что если дальше тестировать гипотезы, да, попробовать что-то менять, то есть заявка, допустим, дороговата, да, нужно быть готовым к тому, что нужно будет что-то менять, что-то пробовать, а не результат. То есть многие как делают? Они говорят, хотим, как у конкурентов, да. Ну, или я спрашиваю, а чем вы отличаетесь от других? Какие у вас выгоды? Ну, мы такие, как у всех, там. У нас цены такие же, там. Другие продают, и мы продаем. Но на самом деле они не знают, что те, кто рекламируется, они не считают. У них много источников, они большие компании, которые выросли до этого, да, они, там, три года назад еще контекст запустили, контекст, там, был менее конкурентный, они тратили деньги, они не тратят, они также не анализируют, также старые способы используют. И то, что они стоят в спецразмещении, это не значит, что они получают заказы, это значит, что они просто, ну, много платят за него, много инвестируют. Вот. Вопрос выкупаемости, вопрос, возможно, у них много источников, и они не знают, что с другого SEO у них заказы основные приходят, либо там с листовок, которые они развесили. То есть многие не знают этой ситуации. Вот. И, ну, важно анализировать конкурентов, но думать тоже своей головой, пытаться отстроиться, сделать выгоду для конкурентов, потому что вот правила РКР, про которые ты сказал, это релевантность, конкурентность, рентабельность. Это как раз конкурентность, это про то, что предложение должно быть конкурентное. Если делать, как все, то продажа будет как раз случайной. Это когда человек откроет три сайта, так, они все одинаковые, ну, и в любом я оставлю. Либо оставит во всех, а потом, когда трой менеджер понравится, там они либо не забудут, либо перезвонят вообще, свяжутся только с ним. Поэтому, ну, нужно думать просто про свои активы, какие выгоды можно для клиента и пробовать их. То есть работают ли они, работают, насколько хорошо, пробовать какие-то другие. И я дополню, именно для этого этапа, это вообще ко всему актуально, насчет выгод. Лучше всего продукт знает сам владелец, предприниматель или руководитель. Поэтому, когда мы заказываем что угодно, YouTube продвижение или контекстную рекламу, на этом работа наша не заканчивается, как предпринимателя. Мы должны максимально донести всю информацию о понимании нашей целевой аудитории, может быть, были какие-то исследования, все преимущества прописать, может быть, прям сесть рядом там со мной, как по YouTube продвижению или с Сашей. И максимально эту информацию попробовать структурированно передать, донести. Потому что человек со стороны, даже работая с этой нишей, все равно не знает нюансов вашего бизнеса, чтобы как раз отстроиться от конкурентов. И тогда мы будем уходить от проблемы, что 10 одинаковых сайтов и будут там, где цена ниже. Если мы специализируемся на определенной нише, и как раз человек с этой нишей, он скорее пойдет к тому, кто на ней специализируется. Ну, это как пример. Все, продолжай. Да. То есть у нас, допустим, когда к нам приходит клиент, то у нас вот такой вот бриф огроменный, там, я не знаю, вопросов там 50 точно есть. И заполняют, после этого мы еще общаемся по каждому вопросу. Вот. Бриф как раз составлен на то, чтобы вытянуть все преимущества, все активы, которые у человека есть. Вот. Некоторые активы, то есть что такое УТП, да, уникальное торговое предложение? УТП это как раз то, что, ну, грубо говоря, выгода для клиента, почему ему стоит обратиться в вашу компанию. Она делается как? То есть есть фактор принятия решения, да, по которому человек, ну, что для него важно при покупке, да, например, чтобы быстро приехали, да, для меня важно. Либо для меня важно, чтобы там работники точно опытные были, ремонтировали квартиру, они какие-нибудь там... И многие бизнесмены, они не знают своих... То есть они как? Когда спрашиваешь у них, ну, в чем ваше преимущество, они говорят, у нас высокое качество, у нас либо низкие цены, или такие же цены, и у нас индивидуальный подход, да. Вот эти штуки, которые если просто, ну, со слов клиента, если разместить это на сайте, индивидуальный подход, там, гарантия качества, там, низкая цена, это уже не работает. То есть для людей нужны факты, то есть за счет чего это делается, да, если у нас низкая стоимость, то за счет чего? За счет того, что я частный мастер, я сам езжу, у нас нет там офиса, мы не снимаем офис, за счет экономии на офисе мы можем предложить более низкую цену. Либо у нас собственное производство, да, мы не работаем с посредниками, вы работаете напрямую с нами, вот наше производство, поэтому цена в любом случае будет ниже, чем у посредника, ну и так далее. То есть есть какой-то фактор принятия решения, да, скорость, допустим, мы говорим, что да, я нахожусь в Балашихе, поэтому я быстро приезжаю, и поэтому закрываем этот фактор принятия решения этим активом, то, что мы находимся в Балашихе, это и есть УТП. То есть приедем за 30 минут за счет того, что мы находимся в Балашихе. Цена ниже там на 3 тысячи рублей, да, потому что я частный мастер и не арендую офис, там нет кул-центра и так далее. За счет, как бы многие заказчики, у них есть эти преимущества, но они в голове… Не сформули. Да, не сформули, они сами не знают, что это у них есть. И задача нас, как маркетологов, вытянуть то, что у них есть, то, что у них есть, и показать это на сайте, показать это в объявлениях, донести это людям, не говоря там об какие-то абстрактные вещи, там гарантия качества, низкая цена, там индивидуальный подход и так далее. Наша задача вытащить факты, показать активы, закрыть факторы принятия решения таким образом. Здесь, наверное, еще важно, возможно, закрывать посетителя на какой-то или бесплатный продукт, который можем себе позволить, он когда купится, или на какой-то дешевый первый продукт, или на продукт локомотив, если вы продажи товаров, ритейл, для того, чтобы… Это тоже, возможно, естественно, будет меньше стоимость заявки, правда, это не человек… Это, может быть, не окупится сразу, но с этим человеком можно будет работать, получив его контакт и продавать уже такую выстраивать воронку. И это тоже, мне кажется, влияет на цену. Это нужно об этом задумывать, задают себе вопросы. Да, да, да. То есть мы продумаем… Да, как раз есть специальные вопросы в брифе про это. Это бесплатный первый шаг либо легкий первый шаг какой-то. то есть мы продумываем, во-первых, точки захвата, на сайте их должно быть несколько хотя бы. Это то… То есть есть, да, вот ко мне приходили, помню, клиенты по строительству домов. И у них на сайте было кинуть дом в корзину и купить. Купить, там сразу адрес вводишь. То есть люди не понимали, что дом как помидора не покупается. Ну, то есть для того, чтобы… нужно как минимум поговорить, как минимум нужно выяснить задачу, рассчитать, встретиться. Ну, то есть дом – это такая покупка, которую на несколько миллионов просто так люди не отдают. И для этого нужно сделать, чтобы человеку было комфортно оставить вам контакт. Для него контакты отдать – это как бы тоже… Не все хотят звонить, да, не все хотят общаться. Они хотят узнать какую-то информацию, а потом пообщаться с тем, кто ему нужен. Для этого мы придумываем точки захвата. В строительстве, да, мы можем закрыть… Рассчитайте стоимость дома, да. Мы сделаем квиз какой-то интересный, где человек там… Квиз? Что такое? И мало ли кто не знает. Да. Квиз – это опросник такой, где человек… То есть стандартная форма как выглядит. Это ставьте номер телефона и имя введите. А квиз – это штука, где там нажимаешь, что там выпустим, рассчитать стоимость, она показывает, а у вас дом из какого материала хотите? Они говорят, из газобетона, там, какой-нибудь, из бруса и так далее. Он выбирает ответ, который ему нужно, и его перекидит на следующий вопрос. То есть показывается в один момент только один вопрос. Там есть там шкала прогресс-бара, то есть у него как элемент игры, что вот какую-то часть он проходит. Есть еще бывает плавающая скидка, что типа успеешь до этого, ну, за три минуты, и мы тебе скидку дополнительно дадим. Там скидка уменьшается в каждый момент. Ну, есть разные виды. Но суть в том, что когда он нажимает следующий вопрос, его переследует на следующий вопрос и говорит, там, а какое-то бюджетное строительство? Обычно последний вопрос. Какие-то подводящие вопросы, которые обычно задает менеджер по телефону. Не все, но такие простенькие вопросы. И также и неудобные вопросы, можно в квизы запихивать. Это вот, которые про бюджет, да, неудобно. Менеджеру спрашивать, а сколько у вас денег в кармане. А вопрос как раз, он последний, видно, что уже 99% опроса пройдено, 7 вопросов уже позади. Хочется получить результаты этого опроса. И он выбирает, на какой бюджет дома рассчитывать, вилл какой-то. И дальше его просит номер телефона либо просто ввести, либо получить еще какие-то подарки за прохождение опроса. Он оставляет. Менеджер получает уже не просто заявку номер телефона и имя. А там он уже получает сколько денег, с какого материала будет строить, когда он планирует строить сейчас, либо через 3 месяца и так далее. То есть больше этот. Но это такие вовлекающие формы, которые элемент вовлечения есть. За счет этого большие конверсии, то есть по этим формам. А вот сколько по цене заявки, когда с квиза или просто закрытие на продажу вы сравнивали? Они как-то отличаются по стоимости? В квизе, да. То есть по стоимости заявки она, как правило, на 20-30% дешевле. Ну еще плюс дополнительная информация, которая в квизе в квизе. Да, то есть дополнительная информация о клиенте. То есть если менеджер грамотный, то есть там можно сразу в CRM-системе уже делать пометки себе, что вот если бюджет большой, то есть можно к этому клиенту более как-то пообходительной относиться, побольше позвонить, побольше уточнить, побольше там. Если у человека сроки, что он хочет в первый месяц, а не через 6 месяцев, когда он указал, то можно тоже быстрее начинать звонить и продумать, для каждого человека свои следующие шаги. Ну, допустим, один человек сказал через 6 месяцев, да, то мы ему можем там коммерческое предложение какое-то сделать, и не нужно его там особо вводить, там показывать там объекты, ему нужно назначить следующие, да, какие-то точки созвона. Вот. И, ну, в принципе, и все. То есть в CRM-системе поставить там серию созвонов, пригласить в офис там через какой-то месяц, да. А те, которые поставили, что они хотят через месяц, то сразу их приглашать в офис, допустим, и там уже закрывать на следующий шаг, на подписание договора, допустим. То есть если предприниматель хочет взять директолога, то есть профессионально настроили рекламу, от него, как от предпринимателя, требуется максимально активная обратная связь по упаковке всех его услуг, понимание, какие дешевые или там другие продукты он может предложить как первый шаг. Это то, чтобы работал отдел продаж, это вообще жуткая боль, когда делаешь работу, связанную с маркетингом, приводишь определенные заявки, клики и так далее, и отдел продаж просто не звонит по телефону, объясняя это тем, что «Ребят, там просто номер телефона, нам должны были прислать какие-то размеры, в калькулятор что-то просчитать, ну что, мы ему просто позвоним и будем тратить свое время». То есть когда такое отношение, ты понимаешь, что просто сливается бюджет и начинаешь звонить клиенту, объясняя, «Ребят, надо как-то по-другому в отделе продаж, чтобы на это реагировали». То есть в комплексе наша задача, как маркетологов, сделать задачу на своем уровне, но при этом вы должны рассказать об основных преимуществах и с вашей стороны, если что-то вам рекомендуем по сайту, создать отдельные страницы на каждый продукт, настроить аналитику, потратить деньги и чтобы отдел продаж предпринимал определенные действия, какие-то у нас знания есть, мы их рекомендуем. Надо это выполнять, чтобы максимально эффективно наша работа приводила вас к нужной цели. Если коротко, то нужно понимать, сколько средств есть, сколько можно инвестировать. Лучше понимать, что должна быть какая-то подушка. Не нужно думать, что вы сейчас 30 тысяч рублей закинете, и вы разбогатеете, и потом будете ренести. Нет. Первый момент – это все равно гипотеза, все равно тестирование. То есть мы должны какой-то объем денег закладывать. То есть я общей цифры не смогу, потому что для регионов это одни деньги нужны, для Москвы это другие, для одной ниши, где конкуренция низкая – это одни деньги. Поэтому если будете смотреть мое видео, либо ко мне просто обратитесь, там я вас могу сориентировать, либо сами можете рассчитать, когда будете смотреть. То есть нужно понимать, сколько денег у вас есть, сколько вы можете инвестировать. Потом вы должны понимать, за сколько вам нужен клиент вообще, то есть понимать цели. То есть цели, за сколько вам нужен клиент, чтобы это было окупаемо. И третье, дальше – это уже как бы работа с директологом. Если вы будете выбирать директолога, вы должны понимать, что он вам должен задавать вопросы как раз. Он должен оценить ваш сайт, должен понимать, есть ли у вас какое-то УТП, есть ли у вас какие-то преимущества, выгоды, должен вас в это вытягивать. А, и четвертое – это аналитика. То есть если у вас ее нет, то вам в любом случае должны настроить. Если вы не настраиваете, то есть вы не отслеживаете результат, значит вы на него не влияете. Если вы не влияете, то есть даже если результат будет изначально, то потом вы его потеряете. Поэтому понять, сколько денег вам нужно вкладывать, понять, за сколько вы хотите клиентов, понять, какие у вас выгоды есть либо с директологом совместно, либо самому. То есть понять свои активы, то, что вы можете закрыть. И последнее забыл. А, кстати, по сайтам, то есть, я не знаю, можете приложить, у меня есть тоже там мини-инструкцию, то есть она, по-моему, страница на 30 картинками с примерами есть. Там как раз по поводу, что писать в заголовке, что писать, какие призывы делать, какие бесплатные первые шаги и делать. То есть там, в общем, сжатая информация, которая быстро читается и быстро внедряется, то есть не нужно каких-то это, то есть быстро внедряемая информация, которая, думаю, полезна будет. И тогда момент еще один. А какой есть смысл, вот как директолог, какой есть смысл делать контекст, попробовать настроить самому все-таки на первых этапах? Что это даст? Зачем тратить это время? Нужно или не нужно? Во-первых, те, у кого объективно бюджета, то есть вы понимаете, что в многих нишах, если у вас бюджет менее 30 тысяч, то вам вообще явно нужно самому пробовать. Потому что взять директолога, ему отдать, допустим, 30 тысяч рублей, сделать сайт, потратить по-разному, в районе пусть будет 20 тысяч, с какой-то минимальной планкой возьмем. Это уже 50. И плюс бюджет. Лучше самому разобраться. Во-первых, при выборе директолога можно ошибиться и не понимать, что он делает. Но когда у вас нет денег, то у вас нет права на ошибку. Ошиблись директологи, все, деньги слиты. Лучше эти деньги потратить на бюджет. Вы лучше сами ошибетесь, но поймете весь процесс, и когда вы получите какой-то минимальный результат, вы сможете обратиться к директологу, вы поймете, как его выбирать, как что работает и так далее. Пощупаете немного. Когда есть ресурсы, можно уже попробовать. К директологу обратиться, он настроил. То есть если именно проблема в директологе была, то есть ресурсы можно сменить директолога. Если проблема в рекламе, то можно доинвестировать. А на первых порах это даст, во-первых, понимание, как она работает, и вы сможете инвестировать. У меня есть немного отзывов под видео на YouTube, если зайти и почитать, люди пишут, и действительно есть такие кейсы, когда человек запустил по моему обучению и на 500 тысяч рублей заказы получал. Поэтому люди получают заявки, а потом как масштабирование, как это, то есть можно уже... Многие, даже те, кто настраивает, они все равно это им надоедает, то есть не успевается отвечать на звонки, либо заниматься постоянно. Хочется заниматься развитием бизнеса, а рекламой заниматься, то есть каждый должен заниматься своим делом скорее. Но есть те люди, которые фанатики, которым это им дальше нравится, они занимаются. Но большая степень это, которые хотят просто понять, как это работает, получить какой-то результат и дальше идти к директологу и так далее. Поэтому для понимания, как это работает, для получения результата, для того, чтобы понять, как это делегировать в дальнейшем, то есть это все хорошо подходит. Друзья, в следующем видео обсудим еще два пункта из правил Саши. Это про релевантность, очень интересно. Про RCA поговорим, про какие вообще есть цены на заявки, в принципе, какие ниши работают, и про ретаргетинг, ремаркетинг. Тут тоже интересные есть нюансы. И, естественно, мы перейдем к теме Ютуба, и Саша расскажет историю, как он сделал так, что сейчас у него за счет видеоролика, на который я попал, за счет Ютуба согреваются клиенты, как бы основной поток по его наблюдениям идет оттуда. Я как бы не верю, но, может быть, он это сможет доказать. Подписывайтесь, чтобы это видео не пропустить. Добавил субтитры.